Добрый день, дорогие друзья! По многочисленным просьбам наших зрителей мы попробуем сегодня с вами открыть на канале новую рубрику. Она называется Астра Кухня. Я, конечно, не профессиональный повар, но я профессиональный астролог и врач. Я думаю, что эта комбинация не хуже, чем повар, потому что я не просто буду смешивать продукты, а рассказывать вам о значении этих продуктов с точки зрения здоровья и астрологии. Я думаю, это будет очень интересно. И в качестве первого такого астроблюда на Астра Кухне мы приготовим с вами салат под названием Афродизиак. Вы, конечно, слышали этот термин Афродизиак, а для тех, кто не в курсе, это особая комбинация продуктов, пробуждающая любовные чувства. От имени богини любви Афродиты, она же планета Венера. А еще у Афродизиака есть дополнительное понятие. Афродизиачные блюда пробуждают не только чувство любви, но и повышают репродуктивные способности организма. Я думаю, что для страны Сатурна, в которой мы с вами родились и живем, в год Сатурна 2021, привлечь астрологически через еду Венеру и добавить к ней Юпитер, согласитесь, это будет совсем не лишнее. Потому что в нашей жизни Сатурнианской и так очень мало удовольствия. Давайте его добавим с помощью астрологической кухни. Великая древняя наука астрология учит нас о том, что все во Вселенной взаимосвязано друг с другом, и поэтому каждый продукт питания находится под влиянием конкретной планеты. Напомню, что сегодня на Астрокухне мы готовим салат Афродизиак, усиливающий энергии любви, планету Венеру и Юпитер. В нашем салате будет 7 ингредиентов. Буду вам их представлять, и параллельно начнем готовить наш салат. На самом деле ничего сложного здесь нет, все дело именно в особой комбинации, в правильном подборе продуктов, ну и, конечно, душа. Потому что без души ничего хорошего в этой жизни не получается. Даже банальный салат. Я думаю, вы с этим согласитесь. Ну, начнем мы с юпитерианской компоненты. Это не что иное, как креветки. Креветки давно доступны в нашей стране, поэтому я думаю, что этот ингредиент не составит вам никакого труда. Да, обычные вареные креветки без никаких специй, потому что, друзья, каждая специя, это тоже определенная планета, поэтому со специями надо быть очень осторожными. Итак, креветки это Юпитер, а это та самая садовая зелень, листья салата, ну, то, что вам больше нравится. В общем, самая разнообразная зелень. Поэтому мы с вами используем в этом салате зелень любого формата, которая вам нравится, и добавляем туда свежесваренные, повторюсь, без особого набора специй, креветки. Обязательный компонент афродизиачного салата – это орехи. Но какие орехи? Орехи, которые находятся под управлением Венеры. У каждого ореха существует свой планетарный управитель. А поскольку наш салат сегодня любовный, то орехи нам понадобятся конкретно фисташки. Почему именно фисташки? Потому что еще по античной традиции именно фисташка относилась к лакомству планеты Венеры. И когда я изучал астрологию, а я, вы знаете, не фейковый астролог из интернета, а я изучал астрологию на протяжении 30 лет, причем ездил во все те страны, где возникали различные мировые астрологии, Так вот, в Древней Греции, именно островной, где буквально когда-то жили олимпийские боги, мне объяснили, почему именно фисташка относится к Венере. Ну, зеленый цвет – это как приятный бонус, а главное – другое. Все вы видели этот орешек, он, когда фисташка созревает, то вот эта вот скорлупа, она лупается. И в Древней Греции в фисташковых рощах проходили вечерами и ночами встречи влюбленных. Это было такое романтическое место. И вот в этой открывшейся или не открывшейся фисташке древние греки видели символ того, как люди раскрываются в любви. Ну, а конкретно плод фисташки олицетворял собой половой орган женщины. Именно поэтому все блюда, которые приготовляются с фисташками, они обладают особой долей Венеры. И хотя лично я не очень большой сторонник пива, но есть, например, много девушек, страдающих эстрогенной недостаточностью, которым современные гинекологи-эндокринологи назначают гормональные препараты в таблетках. А в древности этим девушкам посоветовали бы другой рецепт – пить пиво с фисташками. И ни в коем случае этого не надо делать мужчинам, потому что тогда количество эстрогенов в их организме и пивной живот превысят все ожидания. Итак, вы запомнили, что пиво плюс фисташки – это всплеск образования эстрогенных гормонов, как у женщин, как и у мужчин. Но сегодня у нас пива нет, поэтому мы в этом плане в безопасности. Итак, у нас уже зелень, у нас уже креветки, у нас уже фисташки. Что добавляется дальше? А дальше добавляется супер овощ, фрукт или как его по-разному считают, вот из его семян, костей, мебель можно делать. Это замечательный авокадо. На языке астрологии авокадо – это комбинация Венеры и Юпитера. Вы обратили внимание, что все классические суши-мастера обязательно используют при приготовлении суши. У нас примерно на ту же тему сегодня салат, потому что, ну, правда, не рыба, а креветки, но в остальном это все близко к суше, Япония, Азия, где нет проблемы у людей с фертильностью, с репродуктивными функциями, где нет одиноких, где как бы, ну, совсем все по-другому по Венере и Юпитеру. А почему? Потому что идет правильный подбор продуктов. Поэтому всем, кому не хватает Венеры и Юпитера, все, у кого нарушен обмен веществ, особенно жировой обмен веществ, употребление авокадо просто обязательно. Если вы одобрите, и у нас будут следующие выпуски этой самой Астрокухни, то один из выпусков мы обязательно посвятим именно питанию полных людей, как астрология помогла бы им немножко похудеть. Итак, мы добавляем в наш салат королевский просто овощ-фрукт по Венере и Юпитеру. Это авокадо. Авокадо лучше всего вот так вот вычерпывать ложечкой из его лона, от кожуры, кусочками. И прелесть авокадо заключается в том, что концентрация Венеры и Юпитера здесь достигает максимальных размеров. Поэтому у нас уже с вами, уже с вами, смотрите, 4 ингредиента. Пятым компонентом салата Афродизиак, который мы готовим с вами сегодня на канале Астрология от Сергея Безбородного рубрика «Астрокухня» будут тыквенные семечки, а шестым компонентом это вяленая сушеная вишня. Давайте добавим смесь семечек и вишни в наш салат. Тыквенные семечки – это продукт максимальной концентрации Венеры, и просто употребление тыквенных семечек сразу способствует снижению вредных сахаров в крови. То есть тыквенные семечки – это очень полезный продукт для поджелудочной железы. Они продолговатые, зеленого цвета, это в чистом виде Венера. А вот насчет этой самой сушеной вишни. А это сюда как попало? Вишня не относится ни к Венере, ни к Юпитеру. Она относится к Марсу. Но именно суть вишни в этом салате, что те одинокие сердца дамы, которые мечтают о встрече своего возлюбленного, своего идеального партнера. А вы знаете, что мы на канале постоянно кому-то кого-то ищем, помогаем найти, преодолеть одиночество. Так вот это такой тонкий астрологический посыл на то, чтобы люди нашли друг друга. Что мы делаем дальше? Дальше седьмым компонентом является оливковое масло. Как любит говорить Юлия Высоцкая, которая когда-то выжила с канала НТВ, замечательную программу, где ваш покорный слуга участвовал вместе. Вспомните, был такой прогнозист погоды, доктор наук замечательный, Беляев покойный, к сожалению, мой хороший товарищ, его уже нет. Так вот Юлия Высоцкая, выжившая эту программу с НТВ, и не только эту программу, и не только с НТВ, любит рассказывать, что самое лучшее это масло экстра-верджин. Вот она как выучила это словосочетание экстра-верджин, так она его повторяет уже везде, где только может. Ну что же, за здоровье Юлии Высоцкой, экстра-верджин мы добавляем в наш салат афродизиак. Ну, как бы, можете на масло не скупиться, потому что наши ингредиенты сейчас его быстро-быстро впитают. Собственно говоря, наш салат почти готов, но что-то я немножко постеснялся, маловато добавил ингредиентов. Давайте добавим еще ингредиентов, чтобы наш салат был попышнее. Итак, напоминаю, что у нас. У нас идет любимая разная садовая зелень, у нас идут свежие сваренные креветки, без особых специй, как я вам говорил, потому что не надо нам перебарщивать, иначе мы всю афродизиачность салата испортим. У нас идут фисташки, как главный ореховый представитель Венеры, у нас идет авокадо, у нас идут тыквенные семечки и сушеная вишня, и обязательно экстра-верджин, но экстра-верджин это я так стебаюсь, я думаю, что любое хорошее оливковое масло вполне подойдет, да и не оливковое тоже. Но оливковое лучше, потому что, друзья, это все античное, афродизиак это понятие античное, а все-таки там были эти замечательные оливковые рощи, и в конце чуть-чуть, ну немножко, немножечко соли перца, то есть сильно много не надо, опять-таки, кто как больше любит, кто-то любит не сильно соленое, кто-то любит больше, обязательно тщательно перемешиваем эту красоту, перемешиваем, перемешиваем, перемешивать всегда лучше деревом, потому что у дерева есть уникальная способность не повреждать продукты, а наоборот, наоборот, добавлять к ним еще своей энергии. И вот у нас получился очень простой, я бы сказал, элементарно простой, но невероятно вкусный, невероятно полезный салат, который называется афродизиак. И особенность афродизиака в том, что это не просто очередной кулинарный рецепт, а я не очередная выскочка из интернета, а это вам совет от астролога и врача, потому что когда мы знаем, что каждый продукт питания наполнен определенной энергией планеты, то все это приобретает уже совершенно другой смысл. Сейчас я ощущаю неповторимые запахи, которые исходят от нашего салата, и я хочу вам всем пожелать здоровья, счастья и любви. Любовь – это великая редкость, и пусть советы нашей астрокухни окажутся для вас очень полезными.